Госдума в третьем чтении приняла закон о суверенном интернете. Пользователи уже окрестили его репрессивным. Скептики же полагают, что этот нормативный акт может поставить под угрозу свободу распространения информации, а также работу иностранных сайтов на территории России. Инициаторы поправок в законодательство уверяют, что делают это для защиты русскоязычного сегмента интернета от иностранного вмешательства. За счет бюджета провайдеры получат оборудование, позволяющее блокировать зарубежный интернет-трафик в случае кибер-угрозы. Наверное, это не очень хорошо, потому что должна быть какая-то открытость с другим миром, и вообще я его не поддерживаю, если честно. Но наши власти говорят, что все это для нашего блага, для того, чтобы русскоязычный сегмент интернета был защищен. Ну, во всяком случае, должен быть переход постепенный к этому всему. А вот то, что собираются сделать, это все достаточно резко. Большинство сайтов с информацией, как таковые, на английском. И всякие статьи тоже на английском. И как бы... Ну, а вы сами часто пользуетесь англоязычными ресурсами? Почти всегда. Как бы в учебе только англоязычные получаются использовать. Я не могу сказать, что это и полезно будет, и не могу сказать, что это как-то отразится вообще на нашей жизни. Ну, в целом, я считаю, что ничего не изменится, но людям, возможно, будет неприятно. Думаю, что у них будут забирать какие-то данные или еще что-нибудь. Ограничит интернет в России, как в Китае. Вы что, думаете об этом? Я против. Почему против? Потому что будет свой интернет, тем более российский. И он, наверное, будет не очень. Ну, власти же говорят, что это все для защиты наших же интересов. Это скорее для контроля, чтобы там блокировать серверы, чтобы не лазили по сайтам. Просто сервер переносится в нашу страну. Если что-то происходит, мы не отключаемся, мы остаемся онлайн. То есть это благо для нашего интернета, правильно? Ну, с того, как оно звучит. Возможно. Это очень плохо. Мы не должны быть похожи на Корею. У нас свободная страна. Мы имеем права. И мы будем за них бороться обязательно. Как вы будете бороться за свободный интернет? На митинг каком-нибудь выйдут. Будут кричать, лозунги. Чтобы у нас был свободный интернет? Да, обязательно. В марте в Москве уже прошел митинг за свободный интернет. На него вышли тысячи молодых людей, которые считают, что новый закон ограничит их право на доступ к информации. Их позицию не разделяет известный ивановский блогер Михаил Шор. Он уверен, что ничего предусудительного в документе нет. Соответственно, если санкции ведут против России, то нас могут просто отключить от всего полностью. И вы просыпаетесь в один прекрасный день, открываете телефон, а интернета нет. А этот закон, он в принципе, он не об изоляции. В нем об изоляции не сказано ни одного слова. Наоборот, там есть механика, которая позволит просто нам себя обезопасить. И разумеется, что там никто 1 ноября 2019 года рубильник не отключит, и мы не останемся в своей сети, потому что у нас в России огромное количество точек входа интернета. Просто у нас есть механизм, который можно реализовывать в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Когда несколько лет назад над России нависла угроза отключения от международных платежных систем Visa и MasterCard, правительство приняло решение разработать собственную, мир. Теперь, похоже, история повторяется и со всем сетевым пространством. Остается надеяться, что закон будет работать так, как говорят его авторы. Защищать интернет в России, а не изолировать его от внешнего мира. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.